Доброе утро! В галерее-мастерской состоится открытие выставки Геннадий Райшев 1960-70-е «Избранная» из цикла «Из творческого наследия». У нас есть такой большой проект ежегодный. Так вот, именно сегодня в 17 мы приглашаем всех жителей и гостей города посетить галерею. Это будет уникальное событие. Сам Геннадий Степанович будет присутствовать на открытии выставки. Он проведет авторскую экскурсию и можно будет пообщаться с маэстром. Почему именно 60-е и 70-е годы? Именно это? Эти отрезки? Этот год вообще юбилейный. 85 лет исполняется художнику. И у нас проходит череда таких выставок. Был уже срез 90-х годов. Сейчас мы решили представить 60-е и 70-е. И дальше будет поддерживаться этот проект другими, конечно же, выставками. Но и центром притяжения в этот юбилейный год, конечно, остается сама галерея. Здесь проходит много уникальных проектов, выставок. В том числе хотелось бы поговорить мне немного о наших воскресных занятиях. Каждое воскресенье в 12 и 16 часов у нас проходит мастер-класс для детей с 7 до 10. Запомнить будет легко. Поэтому мы приглашаем родителей с детьми, чтобы они пришли, посетили. Каждое занятие мы обсуждаем личность Геннадии Степановичем, веду эти занятия я. И каждое воскресенье ребенок уходит с готовой работой. Все материалы мы предоставляем. Вы можете видеть на экране как раз счастливые наши лица. Также у нас запускается новый крупный проект «Арт-семья». Последнюю субботу каждого месяца мы приглашаем уже с семьями, где можно будет обсудить современное искусство, побывать в мастерской художника. Тоже очень интересный проект. Также мы продолжаем работу в рамках проекта «Уроки творчества. Рисуем с Райшевым». Мы работаем со всеми детскими садами, школами, принимаем заявки от организованных групп. Ну и буквально забегая вперед, пару слов хочу сказать о том, что в этом юбилейном году, что же ожидает еще и угорчан. Так это в августе пройдет, значит, творческая, все и не упомнишь, целый год, много мероприятий. В августе будет День открытых дверей в рамках Международного дня коренных народов мира. И сам Геннадий Степанович будет проводить тоже творческую встречу. В сентябре у нас пройдет конференция, конференция международная, научно-практическая. И заканчивается эта серия мероприятий в октябре последним творческим вечером, тоже посвященным 85-летию. То есть планов большое, огромное количество. Как бы все это, опять же, выдержать, да, и весь этот творческий наплод. Главное, чтобы Геннадий Степанович сам был к этому готов. Нет, я думаю, что мы... Геннадий Степанович первый, кто у нас к этому готов. Он молодец, он каждый день на работе, поэтому заряжает и поддерживает нас скорее. Ну и еще, да, и еще, так сказать, предвкушая открытие выставки, которая состоится сегодня. Насколько нам известно, что некоторые работы, которые сегодня будут представлены на выставке 60-70-е, югорские именно зрители увидят впервые. Так ли это? Да, совершенно верно. Это работы, привезенные из Карпинска, где работал художник до переезда в Ханты-Мансийск. И вы совершенно правы, ханты-мансийскому зрителю они будут представлены впервые. Есть огромные работы большого масштаба, панорамные композиции речных пространств, фольклорные мотивы, всем известные уже образы и символы Райшева, которые как раз-таки родились еще в 60-70-е годы. Эта выставка станет неким продолжением выставочного зала «Ранняя живопись». И тем интереснее будет проследить путь художника и увидеть новые работы. Ну то есть уже рассказ интересен. Да, мы уже предвкушаем. Да, уже мы предвкушаем. Давайте еще раз приглашайте. Когда и где стоять? Сегодня в 17.00 в галерее-мастерской художника Райшева. Мы ждем всех гостей, жителей Ханты-Мансийска. Это уникальная возможность не только побывать в галерее-мастерской, но и лично познакомиться с Геннадием Степановичем. Спасибо огромное, Алексей Геннадь. Вам хорошего, доброго, бодрого утра. Спасибо, что пришли. Спасибо. С гостей прощаемся. С вами же, дорогие друзья, вы увидите 2-2,5 минуты. Дождитесь. Продолжение следует.